Всем привет! Сегодня у нас слово из книги Бытия с 33 главы. Давайте мы прочитаем то, что написано в 11 стихе. Здесь Иаков говорит Исааву. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, есть у меня все, и упросил его, и тот взял. Итак, Иаков говорит, что Бог даровал ему все его имущество. Он работал на Лавана более 14 лет и ничего не заработал из имущества. Но Бог даровал ему богатство, компенсировав ему и не позволив оставить его обиженным и ни с чем. Потому Иаков, завладеем всем, чем владела та система, которая его обманывала, то есть завладеем всем, чем имел, что было у Лавана, мы это можем видеть в 31 главе Бытия, в 1 стихе, он вышел оттуда. Он получил все это, потому что Бог был его источником. Так что благословение Божье было на нем. Поэтому и мы должны полагаться на Бога, как на нашего источника во всем. Потому что он только им есть и может быть. И умножение нам следует ожидать во всех наших делах, не исходя из наших собственных усилий, но и из благодати, то есть по благодати. Именно так мы получаем что-либо от Бога, поверя, дабы было по милости, чтобы было по благодати. Поэтому если Бог наш источник, а так оно и есть, значит мы должны во всем видеть и полагаться на благодать и доверять Богу относительно нашего успеха. Это и даст Богу возможность действовать и установить в нашей жизни реальность обеспечения завета, что он и хочет сделать. Аллилуйя. И это то, что произошло с Иаковом. Пока он смотрел на Лавана и на то, что он может у него заработать, Богу не было места в том, чтобы даровать ему благословение, материальное благословение. Но как только Иаков отказался от платы Лавана, а свой труд перестал отрочислять с тем, что он мог получить у Лавана, то таким образом перевел в свой взор на Бога, он и дал возможность благословению проявиться и дать ему умножение по благодати. Он не оставил скот и не пошел загорать на солнышке. Нет. Он продолжал смотреть за скотом. Но теперь его материальное состояние не зависело от него самого и не зависело от Лавана, но от Бога. Поэтому, когда мы точно так же принимаем Бога своим источником, это открывает двери и даже шлюзы к излиянию Божьего благословения небес в нашу жизнь. Так что наше умножение приходит не только естественным, но и сверхъестественным способом, как Иаков получил скот с крапинами пятнами сверхъестественным. И это просовляет Бога и являет его могущество. Бог наш источник. В этом все дело. Именно в этом заключается то, что наше благосостояние теперь исходит из сверхъестественного, а не из естественного источника. А в нем действует, то есть сверхъестественного, в Царстве Божьем действуют совершенно другие законы. То есть ключевыми решающими факторами есть не честная славана, но вера, доверие Богу и его благодать. Аллилуйя, слава Господу. Те, мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы принимаем его, мы берем то, что оно выполнит свою работу для нас. Мы благодарим Тебя за Твою благодать и заявление благословения небес в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа. Аминь.